Здравствуйте! Предлагать актуальные законы могут не только органы власти, но и сами граждане. Пример одной из таких народных инициатив – принятый недавно закон о зеленом щите. Всего за месяц идея создания лесопарковых зон вокруг мегаполисов набрала сотни тысяч голосов поддержки среди населения страны. Потому что с экологией у нас далеко не все в порядке. Сегодня в центре внимания – право каждого на благоприятную окружающую среду. Нашим северным городам этот документ тоже может помочь жить лучше и здоровее. Теперь вокруг муниципальных образований, теряющих свое природное окружение, можно официально создать лесопарковый пояс. Это будет неприкосновенная территория с лесами, полями, водоемами и другими природными объектами, которая понесет экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Проще говоря, будет защищать жителей мегаполисов от внешних загрязнений и давать место для отдыха. И сейчас полно за городом мест для пикников, скажете вы. Соглашусь, но они вас устраивают? Разве нет там рядом мусорных свалок, вырубленных лесов, нелегально огороженных озер, несанкционированных коттеджей? Водоемы грязные, пляжи неблагоустроены, на обученных хлам. Присмотритесь, и вы увидите деградацию большинства зеленых территорий, которыми никто не занимается. Создание зеленого щита позволит взять лесопарковую зону вокруг городов под особую защиту. Причем после о его состоянии будет ежегодно докладывать областному парламенту губернатор. Кстати, инициировать создание зеленого щита по новому закону могут некоммерческие организации, органы государственной власти или местного самоуправления. Заявление подается в областное правительство и рассматривается общественной палатой региона. При положительной оценке правительство и областное собрание юридически оформляют защитную зону. Уменьшить ее будет нельзя. А если и потребуется изъятие какого-то участка, взамен нужно будет компенсировать другой территорией не меньшего размера. Новый закон к тому же создает Институт общественных инспекторов. Это дает возможность экологическим активистам обрести реальные полномочия и поддержку государства в борьбе за чистую среду. Надеюсь, скоро вокруг наших родных городов будет меньше свалок и незаконных вырубок, прекратятся захваты земель и нелегальная застройка. Неравнодушные граждане у нас есть. Сотрудничество с исполнительными органами тоже будет. Правом на чистую и здоровую жизнь нужно обязательно воспользоваться. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok